здравствуйте уважаемые телезрители на первом альтернативном программы открытый эфир я владимир банчиков и сегодня наш гость наши гости нашей студии красивая и очень необычная женщина собственно как и практически все кто приходит нашу студию знакомьтесь диана клемманских путешественница писательница но все остальное думаю вы себе расскажется нужно заинтриговать нашего ну постараюсь добрый день и спасибо большое вам за приглашение студию зовут меня диана клемманских родилась я в иркуте это крайний север на берегу ледовитого океана а потом жизнь моя стала полна чудес и разных событий то есть начиная с петербурга где я училась и тут же работать начала потому что вечернее отделение я уже работала с первого года сознательной жизни вот а дальше была уже франция франция россия это стало две моих стали две моих страны на долгие долгие годы франция каким образом я поехала читать я уехала изначально девяносто третьем году я поступила в лильский университет по итогам экзаменов я попал на крайний курс вот и за год получила диплом вот дальше была возможность остаться да вы уже знали да у меня филфак здесь уже был филфак французское отделение лгу одна из самых сильных школ филологических вот была возможность остаться во франции жить там и работать но я с видом открытым на жительство вернулась в россию и когда была в полиции они очень удивились ведь мы видим такой первый раз у вас открытый вид на жительство с правом работа вы уезжаете с чем это связано просто патриотизм такой я не знаю что мной движет патриотизм когда-то это называется патриотизм когда-то женским своенравием капризом или или просто наверное чутьем и я верю себе и и делаю то что чувствую что мне нужно сделать то есть я почувствовала что мне хорошо во франции комфортно я говорю на языке я учусь я могу работать но меня потянуло в петербург и я снова туда вернулась дальше дальше я закончила лгу потому что была академка вот продолжала работать все время в совестных предприятиях русско-французских естественно потому что французские как и русские это второй родной и жизнь была очень насыщенной то есть не было так и красиво интересные событиями что как бы тяжко не было потому что было по-разному это увлекательное приключение моя жизнь для меня потом была москва потом я уехала в москву уже закончив два высших и работала в москве я тогда была в компании очень известный армитаж это эксклюзивный дистрибьютор всего люкса в россии карте манглан люкса чего люксовых марок европейских западных они тогда только пришли вот эта фирма которая была эксклюзивным дистрибьютором то есть тогда я соприкоснулась с модом люкса в лучшем смысле этого слова то есть с ответственностью перед качеством перед имиджем с понятием репутации что очень значимое это первое основное основное понятие для люксового бренда то есть общались и круг общения соответственно наши новоиспеченные миллионеры а если это касательно среди до 90 кто это вообще на новые русские красных пиджаках все это было конечно даже в питере все это было это крайне увлекательно было увлекательно познавательно потому что школа жизни я думаю но не знает америка двадцатые годы примерно вот такой расклад я все это прошла это все в моем активе то есть это было диана это увлекательно познавательно и наверняка еще и доходно правильно для меня это было я думаю менее всего доходно потому что я не стояла у истоков я не было в числе воротил бизнес то есть я была маленькой девочкой тогда сколько мне было 18 20 21 год я была синхронным переводчиком кризис менеджером потом арт-директором у меня были деньги то есть зарабатывала богатым человеком я не было и вдруг такая перемена до в жизни потянуло к перу и путешествием соответственно да потом еще была франция лет на десять промежуток какой между красным пиджаком франции на самом деле сегодня было всегда то есть франция это какая-то вот часть моей жизни которая возникает уходит из моей жизни сам возвращается я думаю это уже будет на всю мою оставшуюся жизнь то есть поработав в москве и карьера у меня раз карьерный рост был очень серьезный я понимала что оставшись в москве оставаясь в москве и у меня будет все положение деньги квартира достаточно за короткое время ну я думаю что еще очень толковый человек в этом никто не сомневается надеюсь а вот цель вашего приезда к нам бурятию вообще как его вот это тоже да то есть потом из москвы все-таки поясню потому что это наверное интересно будет для проекта я уехала во францию жила там 10 лет и в россии приезжала на день-два максимум в течение 10 лет и для меня россия стала страной не чужой ни в коем случае временную прибыль да то есть я уже ее может быть даже где-то переставала понимать то что 10 лет большой отрезок жизни и опять принятие решения что мне снова нужна россия из франции я возвращаюсь в страну уже как бы предполагать что здесь буду жить долго и вернувшись в страну был момент конечно адаптации такой достаточно жесткой потому что все изменилось связи были потеряны мне пришлось все с нуля нарабатывать и профессии у меня того времени было странно это имидж аналитик то есть как таково в россии этой профессии не существует до сих пор к сожалению великого поэтому такие проблемы с репутацией и вот здесь возник этот проект то есть я поняла что необходимо что-то сделать и что но поскольку я владею этой темой это моя стихия репутационной стратегии что это значит в нескольких словах потому что я допустим понятия не имею что это такой вот это когда будучи но это пожалуй тот образ который мы транслируем в пространство он очень сложный образ это конечно не связано только с пиджаком и в основном касается политиков да но людей публичных нет вы знаете я бы так не сказала это касается и домохозяек это хоть касается девушек которые там строят карьеру юноши которые хотят построить карьеру это касается просто всех людей почему потому что помимо карьеры или очень серьезной карьеры и тем более политической карьеры есть обычная жизнь и в этой обычной жизни мы общаемся с людьми мы хотим им нравится ну чаще всего и и вот этот образ он и есть инструмент который нам либо помогает любви по жизни либо нам мешает я считаю что лучше облегчить себя жизнь владея там этим навыкам как чтение если я умею читать то я могу прочесть книги которые мне помогут да или что-то написать и донести что-то до кого-то поэтому наверное владение инструментом это плюс моей моей гамме возможности в этом мире и имиджевая стратегия просто звучит помпезно на самом деле это умение преподнести себя в любой ситуации жизнь отличной жизни до профессиональной или просто с друзьями и владея этими кодами вы реально вы реально облегчаете себе жизнь и что самое главное для меня поскольку я считаю что жить нужно в кайф нужно получать удовольствие от жизни потому что она и так очень сложная поэтому если еще нет радости это совсем беда ну это конечно вот и и владение этими навыками мне помогает потому что из любой себе в любой ситуации я могу смягчить удар как бы который который может быть мне нанесен я считаю что это очень полезно но это совершенно это новое что-то у нас к этому относятся слишком фривольный вот вы сейчас едете по россии пишите книгу да вот давайте к этому что за книга россии это взгляд из франции или это взгляд все-таки изнутри ну я думаю что это взгляд из франции из внутри из воркуты потому что я там родилась и прожила на 17 18 лет и питера потому что там у меня было восемь лет и москва я думаю что это мой взгляд с тем что это предполагает то есть вот какая есть и я буду конечно через призму своего восприятия смотреть на россию это ведь сложно сложно особо в особенности для женщин это должна быть публицистикой и так понимаю это должна быть правда о том что вы видите сколько сколько вы посетили регионов но до до конца больших во первых москва и там было огромное количество встреч и интервью соответственно уже будучи в москве немножко соприкоснулась к разным регионам потому что люди у меня были с разных регионов страны это один момент дальше я была в коме республики это земля моя моя малая родина я была на 34 съезде заполярников то есть там были мэры городов заполярье и как-то люди живут в заполярье не живут по-разному там много интересных моментов было конечно съезд познавательная история то есть ты видишь как это происходит какие между людьми связи ты видишь новых людей я была удивлена когда увидела мэров там 35 лет и что это вовсе не толстые дядьки у которых в глазах там только интерес меркантильный это все неправда это не так я увидела достаточно молодых позитивных людей которые решают каждый день очень много проблем не знаю ездят по всему миру там любят путешествовать люди как я с очень динамичные такие позитивные кайфовые и при этом он уже мэр допустим со всей ответственностью для меня это было откровением вот из этого съезда сразу много приглашений возникло то есть меня приглашать на кольский полуостров это такой интересный регион обязательно туда доеду якутия вот впереди якутия ну давай вперед не будем забегать а нас и любимых а бурятия а вас любимых это будет большая самая большая часть интервью я покорена то есть в результате из этого съезда на этом съезде познакомилась с игорем валерьевичем пухаревым он глава севербайкальского округа в бурятии района да и была приглашена на 40-летие открытие бамы вот куда я приехала и очень благодарна конечно приглашение то есть это была открытая дверь ваш регион бурятия я никогда не была всегда хотела с байкалом или только с бурятии что хотела вы знаете честно говоря бурятия для меня так было как правду скажу да очень абстрактную что-то на бурятия слова красивая я филолог и фонетика для меня дело серьезное звучит красиво это хорошо но бурятия как такая не знала я мало что знал я думаю что ничего не знала вот байкал величина серьезная то есть и пожалуй я думала что я еду на байкал а на самом деле оказалось что я еду в бурятию земля здесь очень сильная и у меня много откровений и мистических и какими-то делиться можете откровениями теми которые можете данных так много сейчас попробую ну начнем с того что в улан-удэ и не должна была быть то есть я думала что после празднования вот сорокалетия обама и всей этой истории я сразу улечу в москву где меня и ждут уже с нетерпением а оказалось что я приехала в улан-удэ потому что договорились об интервью с баиром дашиевичем вот я взяла интервью и не улетела а сразу была приглашена на родовой абу в хоринский район под улан-удэ километр 150 если не ошибаюсь и это было для меня конечно откровением потому что первый раз я присутствовал на обряде родовом я поняла что такое рот какую силу это имеет и как богатые люди которые осознают что они часть рода потому что я встретилась познакомиться с людьми которые знают свой рот на 25 поколений вот я который я человек европейские знаю максимум свою бабушку прабабушку но это прямо самое большее что о чем я могу узнать и я считаю что я потеряна в этом смысле то есть я не знаю своих истоков это не может я отрезана где-то от своей силы то есть мне интуитивно приходится понимать кто я такая откуда я пришла и зачем мне пришла поэтому это большое богатство и люди бурятии вот я считаю что вы богаты этим знанием о самих себе сам обряд конечно необычной красоты не говоря о том что вы видели радугу вокруг солнца это было в день обряды нет нет это бы явление которое я обязательно приехала я приеду в москву я узнаю с точки зрения там природных явлений что это такое но для меня это было мистическим явлением когда я как мне сказали очерчивала круг молоком в дар духом земли и вот очертив круг молоком я подняла голову увидела вокруг солнца такой же круг этот круг был вокруг солнца там было три точки силы обрядовый мы проехали по трем точкам и над каждой точкой силы был этот круг вокруг солнца мне есть фотографии то есть я все это зафиксировала сначала подумала конечно у меня галлюцинации зрительные настолько это было сильно но и неожиданно совершенно вот это оказалось не галлюцинации все его видели все сказали что видят это в первый раз а когда обряд был завершён радуга вокруг солнца исчезла то есть ее больше не было кажется ли европейского человека меня это все для нас это вообще для вас нормально для меня такие вещи вообще привыкли я шучу а вы знаете мне комфортно с такими вещами потому что мир все-таки для меня не плоская не трехмерная картинка дин еще такой вопрос один меркантильный да вот кто финансирует вашу поездку если есть такой человек потому от этого зависит успех ли вы не успех книги вы же это прекрасно скажешь что вот за ней стоит этот человек но эту книжку покупать но моя история она очень проста для понимания за этой книжкой стою только я и все деньги которые я заработала я в эту книжку уже вложила вот и больше никого за ней нет моего я даю свое честное слово поэтому это достаточно серьезный для меня проект потому что россия очень большая страна и я вам могу мягко сказать что путешествие стоит дорого то есть авиапера и перелеты но это что-то запредельное это совершенно неадекватные цены вот вот это нереальные цены то есть самолет из ухты ухта москва стоил мне в два раза дороже чем самолет москва париж париж москва ну это что это не это неправильно вот значит это дорого это достаточно сложно для меня но я его по-любому сделаю то есть во первых потому что иначе я не смогу саму себя уважать и для меня это важно ну и я хочу чтобы он существовал проект то есть я думаю что все сложится каким-то образом он будет существовать вот мне еще такой вопрос интересует ну как мужчину да вот вы путешествуете одна не страшно ну как сказал один известный человек диана все ли у тебя в порядке с головой я не знаю все ли у меня в порядке с головой вот может быть и не все но я неадекватно то есть на вопросы я отвечаю достаточно в тему то есть с этой точки зрения но при определенный авантюризм наверное есть конечно то что это совершенно авантюра не страшно нет мне не страшно я была в гетто я объехала полмира я была в африке в азии много где было еще сохранить гетто да где то есть даже под парижем тут не надо даже в африку ехать вот конечно если вы имеете ввиду арабские сложные районы криминогенные как их называют но можно и в москве в центре города не на того человека пересечься не с тем человеком поэтому я думаю что с чем ты идешь то ты встречаешь меня бог миловал как бы со мной не случалось страшных историй все очень хорошо и люди которые не попадаются на пути правда хорошие они разные но они классные да опыт вы вообще публичный человек или все относительно конечно наверное я более теневой человек даже по роду своей профессии то есть я поскольку стою занимаясь репутацией и имиджем то я стою за людьми публичными и честно говоря мне там комфортно вот то есть вы первое это мое первое появление на телевидении осознанное потому что предлагала нтв сделать обо мне передачу как необычных людях я отказалась вот а вам отказать не смогла то есть это мое первое появление спасибо да вам спасибо для меня это трепетно потому что я еще потом свой образ буду анализировать естественно останусь недовольна как обычно вот поэтому наверное я теневой человек хотя есть публикации обо мне то есть уже наверное многие обо мне знают вы говорите что вы работаете с публичными людьми как это можете озвучить с кем кому вы имидж поправили к сожалению как бы по определению не могу для меня как врач для меня да то есть так меня изначально учили это западная школа мы не говорим о клиентах все понятно а вы с нашими политиками с публичными людьми здесь знакомы знакома но внешне внешне да да знаком есть зачем работать оля так я так думаю у вас сейчас здесь будут на части рвать и меня там не паханое поле потому как выбора у нас у вас выбора носу я уже знаю какое шоу начнется с моей точки зрения и как много там будет проколов однозначно единственный что у нас к этому относятся как-то слишком легковесно то есть человек я задала очень известному политику российскому вопрос что он думает об имидже и репутации на что ответ был простой да я и есть имидж и репутации но я не буду озвучивать что я думаю да оба его уровне понимания вопроса это примитивно очень а соответственно эта политика государства государственном уровне это беда поэтому бурятия для меня если вот эта часть проекта сейчас я здесь нахожусь я влюблена я покорена землей людьми искренне конечно поэтому и мужчинами бурятскими покорена здесь я встретила тот редкий для столичных городов тип мужчины где мужественность проявлено здесь не размытые понятия женщины не размытые понятия мужчины здесь юни секс вот этот жуткий совершенно почти не встречается как архетип человека и это прекрасно ну в сибири вообще вот с этим делом мне кажется более-менее все нормально и прекрасно и и ура 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 потому что ну женщина все-таки лучше когда женщина мужчина когда мужчина на это не отменяет наших свобод это просто разные истории нет не знаю что вами может воркута ну уж воркуте то о такой свободе даже для французов я достаточно слишком свободолюбил либерально да в этом смысле поэтому они считают французы считают что это вам не россия говорит а в россии считает что это франция поэтому что там говорить неизвестно диан какие ваши вот дальнейшие планы после бурятии может быть вы даже здесь останетесь да я бы с удовольствием я бы с удовольствием единственное что в москве просто там уже будет буря в стакане воды то есть вы из улан-дэ я лечу возвращалась в москву потому что как же дальнейшая россия как же сахалин а и потом представьте каково мне бедолаги то есть я возвращаюсь в москву чтобы решать какие-то дела которые в полном запустении пока меня нет потому что все все на мне а потом из москвы снова полечу в якутию и вот у меня такие возвраты то есть и получается я как из коми я из коми превернулась в москву из москвы полетела опять бурятию меня такие вот поездки что утяжеляет естественно проект да это и удорожает как-то кошмар я вам сожалению время программы подходит концу вернее да потому что концу и по традиции я предоставляю вам слово обратиться к нашим телезрителям с вашими пожеланиями замечаниями все что вы хотите сказать все что я хочу вам сказать но в первую очередь спасибо всем кто встретился на моем пути вам спасибо за приглашение я я покорена радушием и радушием не показаны это истинная радушие то есть без охов ахов всплесков руками это ценно я в восторге от бурятских мужчин я почти влюбилась вот не удивлюсь если я останусь здесь и выйду замуж но хотя скорее всего я уеду дальше и так и буду ездить всю жизнь здесь замечательные люди я желаю вам процветания я думаю что как и везде есть что делать есть что улучшать что строить но то у меня ощущение очень позитивное от края поэтому я думаю что у вас все будет очень хорошо спасибо вам на добром слове спасибо что нашли время прийти на нашу программу хочется от всех нас от телезрителей от сотрудников нашей телекомпании пожелать вам успехов удачи завершения в вашей книге чтобы мы ее чтобы она раскупалась к спасибо горячие пирожки миллионными тиражами да мы вам этого желаем вывод вам всячески содействовать по крайней мере однозначно спасибо вам еще раз уважаемые телезрители в гостях программа открытый эфир была путешественница писательница но я не люблю этого снова бизнес-вумен но видимо придется его все-таки сказать диана клемманских я владимир банщиков прощаюсь с вами всем самого доброго увидимся